всем привет мы сходили в лес и сам цепёк возвращаемся домой пешком на самокатах сейчас ехали с данечкой вдвоем на одном детском самокате у меня не грузится видео я очень встревожена боже девочки это так вкусно лисички с жареной картошечкой морковочкой и купила сметану много лет не покупала сметаны ням 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 здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут анна как вы видите из названия канала канал называется аннушка санкт-петербург блоге и вот сейчас лето мне страшно произнести эту фразу на моему каналу 4 года я еще не достигла 3000 подписчиков поскольку я непослушный блогер мне говорили авторы влоговых каналов что на блоговом канале ты далеко не уедешь сначала нужно раскрутиться по какой-то узкой тематике потом отойти во блоге вам молодым блогерам тоже это может быть интересно не начинайте с блогового канала начинайте с канала на какую-то одну тему и когда вас полюбят зрители наберутся то вы уже покажете свою жизнь но я непослушная поэтому я сделала сразу блоговый канал потому что я абсолютно уверена что моя жизнь неповторима у меня есть два дошкольника ребенка и один вырослый сын инвалид ему 27 лет он инвалид колясочник и исходя из этого состава семьи нас четверо я и трое моих детей один совершеннолетний и двое дошкольников исходя из этого состава и моего темперамента и шила в одном месте у нас очень неповторимая жизнь мы очень активны поэтому я завела именно в логовый канал но он очень медленно раскручивается зато мои зрители самые постоянные самые любящие которые смотрят мои влоги годами и за дня в день моих на моем канале влоги выходят каждый день я сейчас представила что какие-то чужие зрители смотрят новые и стала запинаться как будто я стесняюсь итак добро пожаловать это видео я себе написала в такую шпаргалку смотрю на нее это видео о том как заработать деньги на ю тубе у меня до сих пор не получилось нормально заработать но этим летом произошло то что в принципе могло произойти раньше если бы так сложились звезды всем известно что монетизация в россии отключена и мы не можем зарабатывать на ю тубе получать денежки на карту и использовать это как работу как другие блогеры в других странах я слишком быстро говорю монетизации нету можно продавать рекламу на своем канале но у меня это делать не получается поскольку очень мало подписчиков до 3000 подписчиков это мало для любого рекламодателя в этом году произошло необычное однажды я снимала как занимаются мои дети и у меня вообще не было денег ни на что этим летом почему-то я не работаю я репетитор по подготовке к школе и прошлым летом была тьма учеников я даже не дышала мои дети ходили в садик с 25 мая по 31 августа и я работала все лето так так хочу меня этим летом я не работаю ни одно объявление не принесло результатов новых учеников нет мои ученики закончили букварь я научил их читать в конце июня все самые самые трудолюбивые сверх нормы прочитавшие ушли отдыхать такими извинениями простите пожалуйста мы хотим отдохнуть поэтому я как репетитор отдыхаю и у меня нет денег старший сын нам помогает покупать продукты и однажды мои дети занимались на бесплатном что ли мастер-классе как это сказать пробная тренировка бесплатный мастер-класс и я подумала что мне терять у меня нет денег у меня нет уроков меня нет вообще ничего я не знаю как нам доехать мы ездили на автобусе весь июнь это ужасно это тяжело и я решила подорваться и просто подскочила к ресепшену и говорю так и так я могу снимать на свой канал эти занятия и интересует ли вас это вы знаете все зависит от того с кем вы поговорите на кого вы попадете это был молодой человек который явно знал что такое youtube если бы там был человек лет там 50 это ничего бы такого не произошло и вот он что-то писал вдруг он поднимает на меня глаза и говорит конечно интересно подожди сейчас она здесь и убегает и оказывается что директор этого места очень редко бывает на рабочем месте обычно она где-то еще и в этот день она была там меня тут же к ней подвели на согласилась поговорить и получилось довольно естественно то есть я ничего этого не планировала вообще ничего и вдруг получилось я беру свой телефончик и говорю смотрите вот эти эпизоды я сейчас сняла и я могу снимать каждый раз когда мы у вас занимаемся она говорит да 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 хорошо 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 что вы хотите сколько у вас детей я говорю но младших бы хорошо хорошо снимайте снимайте пожалуйста снимайте на вы мне напишите пожалуйста она оказалась быстрее меня вот сапе и она сказала что записывает мой телефон я и пришлю ссылку на канал и она увидит где я могу выкладывать но еще не видя ни одного моего видео не канала она увидела только эпизоды которые я только что сняла по 5 секунд по 10 секунд она сказала я сейчас пойду на ресепшен вы потом подойдите вам выпишут абонемент и двое детей двое хорошо вам выпишут два абонемента на 8 занятий я такая а что так можно было мои дети столько везде занимаются я везде это снимаю годами можно было пойти на ресепшен и сказать смотрите я снимала сейчас как мои дети занимаются хотите я буду снимать дальше мне дадут все бесплатно я такие а что на секундочку одно занятие там стоит 1200 рублей то есть 2 400 для моих детей одно занятие и что вы думаете мне выписывают абонемент на 8 занятий абонемент заканчивается через два месяца нет вру вру через месяц конечно два ребенка же через месяц заканчивается абонемент я пишу спасибо большое каждый раз когда мы ездили туда я снимала видео монтировала его и отсылала директор она там писала вау вау но я вижу как редко она бывает в контакте как она не сразу просматривает мое видео я поняла что на дико занятой человек она еще работает с подростками и ей в общем то не до этого выписала абонемент и выписала мы радуемся она там репетиторы преподаватели не знают ничего об этом господи что у меня в штанах это мы сегодня погуляли это у меня в шортах это как вообще это перо перо вот я написала спасибо когда закончился абонемент и она написала а хорошо хорошо я вас поняла я скажу подойдите на ресепшн вам выпишут еще один такой же что мои друзья очень хотят там заниматься например у них нету денег они сходили один раз на пробное и один раз в своем районе платно то есть для них это как праздник они идут потому что это действительно дорого для двоих детей 2 400 за урок после этого я подумала вау написала себе список значит про первое место сказал я не буду называть эти места хорошо мои постоянные зрители все уже поняли где мы бываем какие тренировки я показывала а кто не видел посмотрите наше видео за это лето 23 год значит про первое сказала дальше приближалось время лагеря и у моему одному ребенку была куплена путевка по скидке еще в марте я подумала за спрос денег не берут если так легко получилось с чужим человеком который меня не знал правда это директор этого заведения вся такая в дрэдах у нее много много дрэдах они покрашены в какой-то серо-седой фиолетовый цвет она очень креативная а что мешает мне попросить про лагерь у меня нету денег но я очень хочу чтобы мой второй ребенок тоже пошел в лагерь я написала а может ли быть скидка если я буду снимать не горят конечно конечно во первых у вас скидка как у второго ребенка из семьи и во вторых мы вам предоставляем вот такую скидку и предоставили мне скидку аж 4000 рублей за лагерь я такая о дальше я пошла в следующей тренировке и показала вот на почему про лагерь я не стала ничего показывать они так знают что я блогер и что я снимаю каждый раз когда приходит просто почему я не сказала им два года назад может быть вам это интересно и какая-то скидка я ничего не сказала мы блогеры иногда так сильно стесняемся и думаем все знают что я блогер никто ничего не знает юные блогеры вы показываете готовую работу уже идите и всем говорите смотрите я сейчас сняла хотите я размещу это на своем канале и когда человек видит что вы уже сняли не вы снимете завтра вы уже сняли вы уже действительно умеете снимать вы уже поработали и осталось только это смонтировать выпустить в свет и люди которые знают что такое youtube что это реклама не на один день что это реклама останется на всю жизнь в этом ютубе конечно они понимают что это такое я вам сразу скажу что такая скидка возможно или такие бесплатные занятия возможны не индивидуальные то где рекламодатель ваш не будет терять если вы попросите индивидуальные уроки например английского или там любой другой урок где учитель должен получить за ваш урок деньги тогда эта школа потеряет предоставив вам учителя и взяв у вас бартером рекламу она потеряет а если вы попросите групповые занятия то школа 0 теряет ведь она вкладывает в рекламу офигенную ютубовскую рекламу ноль нативная реклама это когда мы просто ходим и что-то снимаем в естественном своем режиме своего влогового канала и зритель не догадывается что это реклама я все равно все это снимала четыре года и то что я снимаю теперь бартером за занятия вы даже этого не знали не заметили это не выглядело как реклама опа смотрите мы сюда идем нет нативная реклама это то что приводит зрителя к желанию тоже этим заняться поэтому групповые занятия для работодателя стоят 0 они вашего ребенка зачисляют или вас и этот педагог получает все равно зарплату за групповые занятия чувствуете то есть рекламодатель счастлив ооо дальше я пошла еще в одно место вот третья галочка уже третья галочка из того моего списка и вы можете себе представить те видео не зашли я сняла 4 видео показываем удивительным образом показатели просмотров в этих видео где вставлено было другое занятие упали резко у меня были просмотров 800 где-то 500 и вдруг шлепнулись до 300 и до 200 это меня очень озадачило но в общем я показала им они понимают что это мало и назначили мне так тысячу за уже вышедшее видео 4000 скидку сделали опять в тот раз тоже 4000 и сейчас 4000 скидку но сказали но не снимайте больше я говорю но я все равно снимаю когда мы сюда ходим несколько не ну хотите снимайте тогда покажите нам потом просмотры вы понимаете рекламодателя волнуют цифры сколько у вас подписчиков это вот красное знамя сколько у вас подписчиков и сколько просмотров их не волнует вот это кривая сколько из ролика Может, сразу шлёпнулась эта кривая, да, чпок, и не досмотрели. Рекламодатель этого не знает. Ему важно, чтобы там было тысяча, две тысячи просмотров, чтобы там было много. Но у меня пока нету тысяч. Иногда, иногда тысяча. И, кстати, мои болталки занимают больше внимания на моём канале, нежели какие-то занятия детские. У меня не детский канал. У меня всё-таки взрослый канал. И большинство моих зрителей не заинтересованы в занятиях. Вот. Самолёты летают у нас. Дальше. Что я хочу сказать. Дальше я стала пробовать снимать о каршеринге. Эти короткие шутсы про машины залетают. Посмотрите мои шутсы. Там пять тысяч просмотров, две тысячи просмотров. Но, как называется, каршеринговая компания, которая даёт автомобиль, не заинтересована оказалась. У них и так всё хорошо. Но я буду пытаться. Я буду пытаться. Также я послала свои видео ещё в другие организации. Но, к сожалению, это не принесло должного результата. В общем, что я хочу сказать. Первое. Это количество подписчиков. Второе. Количество просмотров на одном канале. На одном видео. Показывайте, сколько у вас просмотров. И третье. Это всё-таки личный контакт. Когда я пишу, я отсылаю письмо, ну, ещё ни разу никто не согласился. Говорят, надо писать 50 писем в день. Я не умею. Я умею. Точнее, я могу вас научить. У меня нету возможности. Если у вас есть возможность писать 50 писем с предложением разместить рекламу, прекрасно. Это сработает. Рано или поздно. Это называется сеять. Сеем, сеем, и когда-то это взойдёт. Взойдёт и даст всходы и плоды. Но если вы идёте лично, во-первых, ваше личное обаяние, во-вторых, ваша результативность работы, то есть личное присутствие, договориться с руководителем лучше всего. Если вы туда ходили ранее, вас уже знают вообще отлично. Не стесняйтесь, если вы там ходите по магазинам, магазины одежды, моды, магазины сумок, чего угодно, вас уже знают, вы какие-то там постоянные посетители, предложите продавцу, скажите, вы знаете, я тут наснимала, собираюсь это выложить на своём канале. Это интересно вашему руководству? Всё. Ну, вот этот комок надо проглотить и сказать то, что надо сказать. Я почему-то очень не могу себя рекламировать. Очень не могу. Я могу за кого-то рассказать. Вот тут хороший канал. Но за себя очень сложно. Я не буду затягивать это видео. Я хочу сказать, что раньше я размещала где-то пару месяцев, Тёма мне делал в начале, когда ещё тысячи не было подписчиков у меня, делала мне рекламу, что я туда вставляла рекламу, как в каких-то отелей, и там вставляешь картинки красивые, наговариваешь голосом, прям реклама, реклама. Мне за это заплатили тогда 500 рублей за один ролик, но цель была у рекламодателя, чтобы перешли по моему промокоду. По моему промокоду 0 перешли, поэтому они от меня отказались. Вот такая реклама на молодых каналах не работает. Если у вас есть чем поделиться, обязательно напишите в комментарии, как вы заработали на Ютубе в России. И, к сожалению, пока монетизации нет, нам как-то надо крутиться. Я всегда оставляю в своих видео внизу номер карты Сбербанка, чтобы мне перечисляли донат на чашечку чая, но это не работает. Я уже поняла. Мне очень редко перечисляют деньги, хотя я вам очень-очень благодарна. На какие-то целевые нужды, да, вот на ингалятор я тогда купила, спасибо моим подписчикам. Данечки на ноутбук переслали. Спасибо подписчикам. Не переживайте. Деньги лежат. Еще не купили ноутбук. И я очень всем благодарна, кто послал 100 рублей, но это не заработок. К сожалению, я заводила канал Ютуба для заработка. И сейчас 4 года каналу. Я выпускаю все эти 4 года. Каждый день видео. У меня огромное количество видео на канале. Все это наша жизнь, как росли дети, как я тут разводилась. Я не знаю. Но я вам не показывала, когда я была в травме. У меня сохранились эти видео, где я в синяках. Не показывала вам. В общем, как разводились, как была сначала одна жизнь, теперь другая жизнь. Теперь я живу свободной жизнью. И, по-моему, снимать это гораздо интереснее. С нами не скучно. Всех люблю, всех целую. Не забудьте поставить лайк, чтобы продвинуть мое видео в Ютубе. Итак, вы запомнили. Готовые эпизоды, личный контакт, много подписчиков, много просмотров. А, кстати, знаете, как сделать много подписчиков? Снимайте шоцы, быстро меняющийся кадр, 10 секунд, на разные темы. Это несложно. Так к вам придут подписчики. Много просмотров тоже дадут шоцы. Шоцы этим летом я попробовала. Ну, это так легко. Просто подобрать музыку. Это очень для меня оказалось легко. Всех люблю. Пока-пока. Поделитесь своим опытом заработка на Ютубе именно в России. Может, у вас какие-то свои фишечки, которых мы не знаем, но которыми вы безвозмездно можете поделиться. Если это видео было для вас полезным. Опять самолеты летают. Не знаю, слышите вы или нет. Мы около аэропорта живем. Если видео было интересно, обязательно поставьте лайк. Всех люблю. С вами была Аннушка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok